Уважаемые дамы и господа, мир сегодня стоит перед множеством вызовов. Негативное воздействие пандемии коронавируса на глобальную социально-экономическую ситуацию усугубляется политическими факторами, ростом конфронтации, центробежными тенденциями в многосторонней торговле, злоупотреблением протекционистскими мерами, применением нелегитимных односторонних ограничений. Происходит эскалация различных противоречий между государствами, что грозит самыми серьезными последствиями для мировой экономики. Мы являемся свидетелями фрагментации и разрушения устоявшихся трансграничных цепочек кооперационных связей. Наносится ущерб благосостоянию граждан, подрываются перспективы глобального экономического роста, а значит, возможности эффективной реализации задач развития, предусмотренных в том числе повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Выбор площадки ЮНКТАД для обсуждения этих острых вопросов представляется оправданным. Актуальность такого мероприятия продиктована подготовкой к предстоящей министерской конференции ЮНКТАД-15, в числе одной из важнейших задач которой видится формирование широкой объединительной глобальной повестки дня по вопросам торговли и развития на ближайшую перспективу. Твердо убеждены, что только четкое исследование с согласованным в рамках Всемирной торговой организации и многосторонним торговым правилам, отказ от протекционистских мер и максимально широкий учет коллективных интересов позволят мировому сообществу эффективно бороться с глобальными угрозами. При этом любые многосторонние антикризисные инициативы должны носить согласованный характер, не затрагивать аспекты национального суверенитета, реализовываться при координирующей роли ООН. Россия поддерживает реализацию повестки 2030, принятие которой стало возможно благодаря проявленной странами приверженности многостороннему сотрудничеству, принципам равноправия, общей ответственности и солидарности. Наша страна успешно реализует повестку 2030 и уверенно движется в сторону выполнения целей устойчивого развития на национальном уровне. В прошлом году Россия представила добровольный национальный обзор достижений ЦУР, содержащий сведения о наших основных достижениях в экономической, социальной и природоохранной сферах за первую пятилетку с момента согласования глобальных целей. Россия также вносит вклад в реализацию повестки 2030 через оказание финансовой и технической помощи заинтересованным странам, ежегодный объем которой превышает 1 миллиард долларов США. Приоритетными получателями российской помощи являются государства СНГ. С учетом растущего числа региональных и интеграционных объединений и повышения их веса в мировой политике, важным представляется налаживание механизма координации и обмена опытом между ними. Интеграционные объединения обладают мощным ресурсом для реализации целей устойчивого развития, для преодоления негативных последствий пандемии, скорейшего постковидного восстановления мировой экономики. Налаживание межрегионального диалога представляется конструктивным шагом, препятствующим откату к блоковому противостоянию и позволяющему эффективно бороться с перекосами в части злоупотребления односторонними ограничительными мерами и так называемым правом сильного. В этой связи читаем своевременной инициативу наших белорусских и барбадосских партнеров по запуску диалогового механизма между интеграционными объединениями и подключению к этому процессу ЮНГТАТ. Это полностью соответствует мандату конференции, чей авторитетный экспертный потенциал представляется крайне востребованным в контексте задачи повышения роли региональных экономических связей в глобальных условиях по реализации целей устойчивого развития. Значимой движущей силой в обеспечении устойчивого и инклюзивного экономического роста для нашей страны является региональная интеграция в первую очередь в рамках Евразийского экономического союза. Одной из основных его целей является создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения. И мы с удовлетворением наблюдаем ускорение темпов достижения ЦУР странами Евразийского экономического союза в областях, отнесенных к сфере компетенции наднациональных органов союза. Общий рынок и его четыре свободы – движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы – предоставляет странам-членам неоспоримые конкурентные преимущества на пути к достижению таких целей устойчивого развития, как полное искоренение нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, устойчивый экономический рост и всеохватная индустриализация. Евразийский экономический союз завершил к настоящему моменту этап становления в качестве эффективной международной организации региональной экономической интеграции и перешел в стадию раскрытия своего потенциала, как ключевого инструмента обеспечения устойчивого экономического развития, налаживания кооперационных связей, усиления конкурентоспособности стран союза и продвижения их экономических интересов на международной арене. Союз выдержал испытания на прочность в условиях пандемии коронавирусной инфекции, продемонстрировав, что включенность в интеграционные процессы позволяет гораздо эффективнее, решать задачу поддержания экономической устойчивости при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе обстоятельствах неэкономического характера. Подтверждением тому служат последние статистические данные международных организаций. Уже в текущем году ожидается, что показатели роста реального валового внутреннего продукта по всем странам Евразийского экономического союза будут лучше прошлогодних. Отдельно стоит сказать о последней по счету, но имеющей, на наш взгляд, важное значение 17-й цели устойчивого развития, посвященной активизации механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Речь идет о действующих на евразийском пространстве эффективных финансовых институтах, призванных сгладить различия в уровнях экономического развития между странами-членами и их регионами, создать базу для дальнейшего устойчивого роста. К ним, в частности, относятся Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития. Одновременно отмечаем, что для повышения выгоды от процесса регионализации и достижения наибольшего эффекта важно, чтобы интеграционные объединения развивали связи с другими экономическими блоками, также стремящимися к повышению благосостояния населения и переходу на рельсы устойчивого развития. В этой связи приветствуем развивающиеся сотрудничество между Евразийским экономическим союзом и Анским сообществом, ОСИАН, Меркосур, Тихоокеанским альянсом, Африканским союзом, другими интеграционными объединениями. Институционализация связи Евразийского экономического союза со странами и объединениями Евразийского континента является одним из элементов продвижения выдвинутой в 2015 году президентом Путиным инициативы Большого Евразийского партнерства, которое предусматривает формирование широкого общеконтинентального интеграционного контура, сопрягающего национальные и региональные стратегии развития на Евразийском континенте в целях построения единого пространства сотрудничества и доверия на основе принципов равенства, взаимоуважения и учета национальных особенностей и интересов друг друга. В активе Евразийского экономического союза шесть крупных международных торговых договоров с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией, два с Китаем. Прорабатывается аналогичные договоренности с Египтом и Израилем. Готовится запуск переговоров с Индией. Обсуждается возможность запуска новых переговорных треков с перспективными торговыми партнерами. Налажено сотрудничество по линии Евразийской экономической комиссии с рядом других евразийских стран и интеграционных объединений, в частности, с Осполнительным комитетом СНГ и секретариатом ОСИАН. Осуществляются также по большей части технические контакты между Евразийской экономической комиссией и Европейской комиссией. Евразийский экономический союз готов к приданию этим техническим пока контактам более системного и содержательного характера. Значительный потенциал для развития межрегиональной интеграции в контексте реализации повестки 2030 видим также в деятельности региональных экономических комиссий ООН. Европейская экономическая комиссия и экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана, в которых принимает участие Россия, имеют широкую договорную базу в таких областях, как транспорт, энергетика, торговля, охрана окружающей среды. В профильных органах этих комиссий ведется активная работа, направленная на развитие транзитного потенциала стран, связуемости, на гармонизацию отраслевых стандартов. На площадках этих структур ежегодно проводятся форумы по устойчивому развитию, позволяющие оценить на региональном уровне ситуацию с реализацией повестки 2030, учитывая при этом действующие и формирующиеся экономические интеграционные образования. Желаю вам успехов в вашей работе и благодарю за внимание.